Всех приветствую! Друзья, сегодня я сделал небольшой обзор на очень интересный и практичный автомобиль Volkswagen Caddy. Длиннобазная версия Макси, проще говоря, длиннобазный каблук. Я думаю, что многим он подойдет. Кто работает сам на себя, в какой-то доставке, может быть, что-то перевозит, типа стройматериалов, каких-то легких, машина подойдет очень и очень конкретно под эти цели. Возможно, какой-то, не знаю, проще говоря, транспорт, доставка людей из точки А в точку Б, потому что у нас здесь мест 6 плюс 1, то есть три ряда. Третий ряд двухместный, второй ряд трехместный, ну и есть, естественно, место водителя и переднего пассажира. Ну и давайте сейчас быстренько я вам покажу машину с разных ракурсов. Машина действительно длинная, высокая, такой маленький микроавтобус, проще говоря. Машина, значит, оборудована бензиновым двигателем, 4 цилиндра, 1.4 TSI на 125 лошадиных сил и быстрой коробкой DSG DQ200. Семиступенчатая сухая коробка, всеми известная, то есть последняя ревизия особо не ломаются. Если ломаются, то нужно делаться легким испугом, просто заменить сцепление. Мехатроники сейчас долго и счастливо ходят. Итак, друзья, 2020 год, 170 тысяч оригинального пробега. Я не скрываю пробеги в своих роликах, поэтому все действительно пробивается. Машина шведская, имея ВИН-номер, то есть или сервисную историю, вы увидите, что здесь настоящий пробег 170 тысяч. 2020 год и цена ее 2 миллиона 270 тысяч рублей. Это по размерности тот же длиннобазный каблу, как и Citroёn Berlingo, как Peugeot Richter, либо Opel Combo Live. Но я думаю, что французам многим не нравится, тем более здесь две педали, никакой механики и шустрый двигатель вместе с коробкой, то есть будет делать комфортную езду на этом автомобиле. Итак, давайте быстренько теперь покажу вам интерьер, ну и в конце прокатимся обязательно. Итак, электрозеркала с подогревом, большущая дверь, очень легко выходить и заходить в автомобиль или из него. Так, у нас есть кондиционер, есть подогревы передних сидений, большое количество, вот такая вот ниша огромная под документы, проще говоря. Руль у нас пластиковый, пластик в идеальном состоянии, несмотря на оригинальный пробег. Дальше всеми узнаваем облачок включения света, есть круиз-контроль, вот он, два стеклоподъемника, как и сказал, электрозеркала с функцией подогрева. По клиренсу регулируется сидение водителя, то есть состояние можете лицезреть, несмотря на его пробег, но я думаю, что тут все же был больше трассы и пробег, поэтому все осталось в отличном состоянии, то есть ничего не задрано. Значит, что дальше хочется вам показать? У нас здесь по комплектации есть подлокотник, кроме подлокотника есть механический ручник, который работает, отключение, значит, старт-стопа и датчик давления в шинах. Значит, мультимедиа всем понятная, узнаваемая. Так, подогрев уже работает, он здесь трехуровневый, кондей есть, вот эта вот полка присущая для каждого каблука, то есть большое количество всяких полезных вещей туда залетит, имеется. Очень удобная вещь, что здесь сдвижные двери, нераспашные, они имеются слева и справа, тем же пассажирам будет очень легко выходить или заходить из автомобиля, либо, если вы берете, значит, пассажирские сидения, то есть без проблем вы будете сюда что-то загружать стоили с другой стороны. Так, есть воздуховоды для задних пассажиров, 12-вольтовая розетка и вот здесь вот такая вот открывается вещь, такой подстаканчик. Бутылочку можно поставить, она никуда не улетит. Места будет достаточно, если вы присядете сам за собой, как в моем случае, то есть без проблем, то есть сантиметров 15 от коленок до переднего сидения водителя. То есть достаточно второй ряд чуть выше переднего выполнен, чтобы было комфортнее сидеть, как в кинотеатре, проще говоря, да, то есть смотреть на дорогу. То есть большое количество вот этого полезного пространства над полкой, есть ручки, не показал, здесь тоже можно что-то повесить по куртке. Складываются сидения таким вот образом, чтобы задние пассажиры могли тоже там что-то положить перед собой, для ноги выпрямить. К примеру, они фиксируются вот так вот, то есть кверху не поднять, ну то есть она зафиксирована, пока вы не нажмете на специальную педальку. Так, здесь у нас, подождите, одной рукой, так, здесь также можно вот этот диванчик, ну вот 60 на 40 получается складывание сложить и вот такой вот большой задний пухлый диван здесь находится и такое ощущение, да, что он, да, он еще выше получается над, чем первый и второй ряд. То есть здесь, как и в кинотеатре, просто ряды выполнены, чтобы комфортно было всем. Высокий потолок, то есть вот так вот. Сейчас постараюсь вам показать, сколько еще при неснятом третьем ряду есть багажное отделение пространства, то есть наверх открывается высоко пятая дверь, есть фаркоп, ну ребят, хватает здесь места, даже если вы путешествуете, все засажены на свои места, посажены, не засажены, посажены, то есть здесь даже есть место для, ну то есть вещей для чемоданов. Ну здесь какие-то, да, есть типа дорожного, скорее всего, набора ниши, здесь полезного много, как бы спрятано, все благорожено, здесь колонки, то есть безопасность, ремни безопасности для третьего ряда. Ну вот, ребята, здесь как-то они вот здесь, то есть нажимаешь и вот они тоже либо вот так складываются, либо они вообще вот, по-моему, за эти тянешь с двух сторон, оно легко демонтируется, снимается и будет очень огромный, то есть если вы ездите, там третий ряд вам не нужен, большой-пребольшой багажник. Здесь все обшито таким вот приятным материалом, подстаканники для третьего ряда. Ну, короче, вы поняли, третий ряд убирается отсюда. Еще практичный автомобиль. И сейчас мы с вами поедем на нем покатаемся. Здесь, по-моему, тоже и второй ряд как-то, да, вот так вот у нас он открывается, к примеру, и, если не ошибаюсь, он даже у нас снимается. И вот здесь какие-то есть вещи, не помню, да, вот они фиксируются, чтобы он не сложился. По-моему, вот эта вот палочка, как-то она выходит и вставляется вот то ли сюда, чтобы они не закрывались. Вот эти вот сидения. Короче, такой он прям трансформер. Ну что, ребят, захлопаю дверь, да, поехали на нем немного прокатимся. Расскажу про свои ощущения от езды. Очень тихо работает двигатель этот 1.4 TSI. И, кстати, он, несмотря на немаленькие габариты этого Volkswagen Caddy Max, его везет очень легко. Хорошие по-немецки тормоза, что в Volkswagen практически у всех, они прям предсказуемые, достаточно понятные, острые. Может быть, не так явно и остро настроены, как французские, но недостатка тормозов здесь не ощущается. Бортовой компьютер имеется. Кстати, вот лежачие полицейские мы очень-очень мягко проезжаем. То есть, что говорит о энергоемкости вот этой подвески, этого автомобиля. То есть, не дубовая, но и она не чересчур мягкая. Я на нем уже проехался в разных местах. То есть, вообще, по трассе, я не знаю, как она там загружена, там еще плюс там шестью пассажирами поедет, там, например, если накидаете какого-нибудь тяжелого груза в багажнике. Но вот когда вы едете один, ну, вдвоем мы ездили максимум на ней. То есть, на ура, просто, как пушинку, вот этот 1.4 турбо, бензиновый мотор ее везет. Хотя, чему удивляться, те же 1.4 турбо на тех же супербах, да, в пассатах использовались, как бы, и ехали они очень-очень неплохо. Даже вот иногда подшлифовывает, когда вы чуть-чуть нажимаете. По рулежке машина предсказуемая, не особо не валкая. Понятно, что это не какой-то заряженный Гольф-Р. Но, то есть, чересчур мягкости я здесь не наблюдаю. Так, про круиз, по-моему, вот уже рассказал. То есть, все необходимые опции, типа круиза, кондиционера, подогрева сидений. Здесь, в этом автомобиле имеются электрозеркала. Короче, все сделано для комфортной езды. Все же это не какой-то премиум, там, седан, а полукоммерческий автомобиль, который служит для, так скажем, работы, для зарабатывания денег. Поэтому здесь, на мой взгляд, все есть то, что необходимо. То есть, вот, чтобы выехать с перекрестка, проблем вообще нету никаких. Да, ребят, вот так вот. Такая вот динамичная машинка. В виде длиннообразного каблука. Ладно, кому понравился такой вот краткий обзор этого автомобиля, ставим лайк, пишем комментарии. Кому нужна будет информация по автомобилю, звоните, пишите, мой номер есть в описании. Всем пока.